Свою работу на Кубань-24 продолжает тема дня. Спасибо, что вы с нами. IT-школа социального предпринимательства стартует на Кубани. Она начнет свою работу уже 9 апреля. Проект разработан при поддержке Краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Образовательный форум будет проходить уже в третий раз. Обо всех подробностях проекта и особенностях этого сезона поговорим с начальником отдела департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Ливон Хараджанов на студии. Ливон, добрый день, я рада вас приветствовать. Давайте, наверное, с чего-то такого глобального начнем. Предлагаю начать с вопроса, какие сверхзадачи все-таки преследовал департамент, когда создавался этот проект IT-школа? IT-старт – это программа федеральная, мы ее реализуем уже на территории Краснодарского края третий год подряд. Традиционно для нас радостное это событие каждый год. И в этом году у нас будет особенность некая, впервые в этом году будет особенность, связанная с социальным предпринимательством, ориентация не только на IT-решения, но и на социальные решения. Особый упор мы будем делать на социально-технологические проекты. Что касается сверхзадач, то у нас, в общем-то, их две. В первую очередь мы хотим популяризировать социальное предпринимательство и технологическое предпринимательство в Купе. А во вторую очередь нам интересно, чтобы те проекты, которые к нам придут, они выросли, то есть они перешли на следующий этап своего развития, получили некий толчок. Если говорить об участниках, кто может участвовать, кто может принять участие? Я так понимаю, есть еще время подать заявку? Да, заявки принимаются до 31 марта. Принимать участие могут молодые люди от 16 до 35 лет, имеющие проект в области социального предпринимательства, либо в области технологического предпринимательства, в первую очередь, IT-решений. Заявки могут продавать нас в официальном сайте организации, IT-start2020.ru. И вот 9-го числа мы стартуем в Куманском государственном университете, а вот 11-го числа мы в рамках форума Добропоезд проведем финал этих проектов, самых лучших, которые отберут эксперты. Если в третий раз, как показывает практика, насколько пользуется успехом такой проект? Много участников? Да, мы с года в год растем, мы ожидаем в этом году порядка 200 участников, 200-250 участников. Я знаю, что в этом году есть особенность у проекта, да, давайте ее озвучим. Состоит в том, что особенность, что мы делали некую ориентацию на социальное предпринимательство, и будем рассматривать не только технологические, но и социальные проекты, социально-технологические проекты, ведь в сфере социальной предпринимательства хорошо ложатся решения в сфере IT. И в плане участников, да, вот это станут воспитанники, выпускники детских домов? В том числе, да. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Да. А вот прямо сейчас я бы хотела, чтобы к нашему разговору подключилось Министерство труда и социального развития края, Леана Михайловская. С нами на связи, Леана Дмитриевна, добрый день. Добрый день. Вопрос к вам такой. Какие льготы предусмотрены для предприятий, которые принимают на работу людей с ограниченными возможностями здоровья сегодня? Что это? По линии Министерства труда и социального развития Краснодарского края реализуются два вида стимулирования работодателей в виде предоставления субсидий из краевого бюджета. Эти средства направляются на возмещение затрат работодателя, соответственно, которые принимают инвалиды к себе на работу. Первая мера направлена на сохранение уже действующих рабочих мест, на которых уже работают граждане с инвалидностью, конкретно в специализированных предприятиях, созданных общественными организациями инвалидов. На сегодняшний день у нас в Краснодарском крае три таких предприятия. Период возмещения заработной платы составляет таким инвалидам не более 8 месяцев ежегодно. И сохраняем мы таким способом порядка 140 рабочих мест, на которых работают инвалиды. И вторая мера направлена на возмещение заработной платы инвалидов, но только условия немного другие в данном мероприятии. То есть работодатель должен принять на работу инвалидов по направлению центра занятости. Это обязательное условие. И таким способом в течение трех месяцев мы также возмещаем заработную плату инвалидов, которые работают в данной организации. Если о количестве людей говорить с ограниченными возможностями, сколько таких трудоустроено сейчас у нас в крае? Если говорить конкретно по субсидированию, как я уже ранее говорила, 140 рабочих мест мы сохраняем. И порядка 50 инвалидов, которые участвуют во втором мероприятии по сохранению рабочих мест. Если говорить отдельно по занятым инвалидам в крае сейчас, то вообще в крае у нас приживают 131 тысяча инвалидов в трудоспособном возрасте. Из них работают порядка 40 тысяч инвалидов. Ежегодно в центры занятости обращаются порядка 5 тысяч инвалидов. Из них ежегодно мы тогда устраиваем больше половины, это 3000 человек. Это хороший процент. Спасибо большое. Ильяна Михайловская была с нами на связи. Ливан, а если говорить в школу, сколько уже ребят с ограниченными возможностями здоровья подали заявки, чтобы участвовать? Порядка 30. Уже 30, да? Тоже, мне кажется, очень хороший показатель. Это только начало, да, учитывая, что у нас есть определенные ограничения по залу. Больше 200-250 человек мы, скорее всего, не сможем принять физически, то это хороший процент. В рамках школы кого и как будут обучать и как все-таки департамент искал спикеров, кого, как отбирали? Основной критерий, да, не только департамента, но и организаторов Ассоциации инновационного развития были, это то, что практическая ориентация спикеров, то есть это люди, которые не просто рассказывают про это, это люди, которые занимаются этим делом каждый день. Это их профессия. Соответственно, мы будем обучать основам, связанным с венчурным рынком. Это генерация идей, тестирование гипотез, формирование команды, подборы формирования команды. Ну и, конечно, для того, чтобы защищать успешно проекты, им нужно ораторское мастерство и презентационные скиллы. Сама схема этого обучения, сколько будет проходить школа и потребуется ли какое-то, быть может, специальное оборудование во время? Нет, специальное оборудование не потребуется. У участников будут ноутбуки, на котором они, собственно, будут делать код и свой проект. Что касается продолжительности, у нас будет три дня интенсивного обучения, причем не только обучения, но и практических мероприятий, где проекты будут пытаться защищать, соответственно, вернее, команды будут пытаться защищать свои проекты. Это будут называться экспертные трубы, где мы экспертов подберем в соответствии с тем набором проектов, который уже будет. Получить какие-то новые знания, да, это понятно, это само собой, но как итог, что получит в итоге лучший ученик, откроются ли какие-то новые горизонты для его бизнеса? Ну, на демо-дэй, на финал мы планируем приглашать и инвесторов, само собой, и кроме этого есть большой пул призов и различных программ поддержки, которые мы планируем приурочить, дать победителю. И плюс есть такой интересный проект, Social Idea, и тур, соответственно, по Европе, победитель сможет претендовать на возможность участия в этом туре по Европе. Чтобы немножечко нашу часть о конкурсе завершить, давайте еще раз озвучим, куда и как подать заявки, коль уж есть время еще. Да, время есть до 31 марта, itstart2020.ru, на сайте можно подать заявки. Если в целом говорить о социальном предпринимательстве, с кем сотрудничает департамент в работе с такими бизнесменами? Ну, вот коллеги, которые организуют в том числе, это ITstart, ассоциация инновационного развития, коллеги из других органов, исполнителей власти региона, это и Министерство образования, науки, молодежной политики, и Министерство труда и социального развития Краснодарского края, с двумя этими органами, в первую очередь, взаимодействуем с общественными организациями в сфере малого и среднего предпринимательства, так как социальные предприятия, это всегда субъекты малого и среднего предпринимательства, согласно нашему законодательству. И с общественными организациями, которые защищают интересы тех людей, на решение проблем, которых направлено социальное предпринимательство, то есть это инвалиды, многодетные семьи, предпенсионные возрасты, люди, пенсионеры. Если говорить о направлениях, которые наиболее популярны? Ну, конечно же, это социальная сфера, это образование, это культура, это здравоохранение, в первую очередь, это сфера услуг, конечно, это основные направления, в которые социальные предприниматели ведут свою деятельность, и основная их масса именно оттуда. Один из социальных предпринимателей прямо сейчас с нами на связи, руководитель клуба цифровых технологий Абинска Никита Луизи. Никита Александрович, добрый день. Здравствуйте. Хотелось бы спросить у вас, почему приняли решение прийти именно в эту сферу, в сферу социального предпринимательства, почему эту нишу выбрали? Ну, смотрите, в то время, когда я уже был предпринимателем и находился в поиске новой бизнес-идеи, отталкивался от того, что у меня получается лучше всего. Я инженер-практик, который умеет общаться с детьми. Выбор в сторону развития детского и юношеского инженерного движения был самым очевидным. Поэтому, как бы, пошел. Ну, а так сложилось и получилось, что это социальное, оказывается, предпринимательство. Я даже не знал, что это оно. Ну, тем не менее, это оно. И расскажите, насколько хороши дела, как все успешно проходит? Ну, смотрите, глобально мы сейчас, чем мы вообще занимаемся? Глобально мы готовим кадры для экономики нашей страны, которая через 15-20 лет будет остро нуждаться в инженерах. Причем не в простых инженерах, которые придут на предприятия после вуза и скажут, забудьте все, чему вас учили, надо вот так. А в инженерах-новаторах, то есть те, которые будут создавать. Как их вырастить? Вот самый верный способ – это ранняя профориентация. Как можно раньше выявить детей, имеющих склонность к изучению технических наук и погрузить их в мир техники, чем мы и занимаемся. В нашем клубе дети в возрасте от 5 до 16 лет изучают робототехнику, программирование, проектирование, 3D-печать. Ну, вот, как бы, так. Благие задачи, успехов вам в дальнейшем. Спасибо, Никита, что вышли с нами на связь. Ливон, а с вами я вот хочу немножечко что прояснить. Все-таки, чем отличается социальное предпринимательство от социально ориентированного бизнеса? Вот, кажется, звучит как-то где-то около, да, но чтобы вот четко понимать различия. Вот смотрите, социальное предпринимательство, согласно законодательству, да, кто может быть признан социальным предпринимателем, это те субъекты малого и среднего предпринимательства, которые либо производят продукцию, ориентированную на отдельные категории граждан, либо реализуют эту продукцию, либо принимают на работу, то есть обеспечивают занятость отдельных категорий граждан, либо решают иные социальные проблемы. Здесь уже вопрос, надо точечно прорабатывать, решаются ли это социальные проблемы экологические, в сфере образования и так далее и тому подобное. Это социальное предпринимательство. Что касается социально ориентированного бизнеса, и они зарабатывают, социальные предприниматели, они зарабатывают на этом. То есть это их средство заработка, это предприниматели, они должны быть в этом плане самодостаточные, и выгода должна быть от этой деятельности. Получить деньги. Да, абсолютно верно. От своей деятельности. Для них это не единственная цель, просто в отличие от обычного бизнеса. Для них это не единственная цель, у них есть еще сверхзадача, это решить те социальные проблемы, которые они перед собой и общество поставило перед собой. А социально ориентированный бизнес? Социально ориентированный бизнес, это тот бизнес, который, исходя из своего желания, реализует некие благотворительные, как правило, проекты. Это может быть даже системная работа, но она не связана с получением прибыли и основным видом деятельности. Это просто некая ответственность перед обществом. Что касается вот этой регулярной работы социального предпринимательства, насколько популярна эта ниша у нас в крае? Она только развивается, потому что с юридической точки зрения социальные предприниматели появились только в середине, в конце лета того года. Сейчас мы введем отбор социальных предпринимателей, есть форма, по которой можно подать заявку, и комиссия рекомендует нам принимать в реестр социального предпринимательства данный субъект МСП или не принимать. Насколько в этом сегменте сейчас нужны инновации? Раз уж такая новая, как мы уже сказали, ниша, все-таки, наверное, в новом ключе как-то должна работать? Я уже говорил, что в сферу социального предпринимательства очень хорошо вложатся разработки в области информационных технологий и еще организационные так называемые инновации. Это, как правило, не технологические, а вот организационные инновации, так как социальные предприниматели работают в относительно низкомаржинальных сферах, и у них невысокая норма прибыли, им приходится организационно подходить к процессам по-другому, чтобы получать прибыль и быть самодостаточным бизнесом. Какие государственные программы помогут именно этой сфере социального предпринимательства? Во-первых, социальные предприниматели могут воспользоваться всеми теми же мерами поддержки, которые мы предоставляем уже сейчас обычным предпринимателям. Здесь нет никаких ограничений. Во-вторых, мы сейчас в департаменте с коллегами из других органов исполнительной власти уже прорабатываем определенный план мероприятий по развитию социального предпринимательства. О нем я когда будет конкретика скажу. А куда можно обратиться для того, чтобы эту помощь получить? Может, кто-то сейчас нас смотрит и заинтересовался? В первую очередь, вы можете просто позвонить нам в департамент инвестиций. На официальном сайте есть номер телефона. Вы можете позвонить в центр поддержки предпринимательства 8 800 707 07 11 и там получить всю информацию необходимую. Спасибо вам большое. Я желаю успехов. И пусть действительно все эти проекты получат дальнейшее развитие. Я напомню об IT-школе социального предпринимательства. Мы говорили сегодня с Ливоном Хараджаном. Это тема дня. Мы скоро продолжим. Оставайтесь на Кубань 24.